Крупные строительные компании практически все перешли к электронному взаимодействию с покупателями и банками. 3-4 года назад они заключали лишь 20% договоров долевого участия в электронном формате. Об этом в интервью телеканалу РБК Уфа сообщила эксперт рынка недвижимости Камила Фазлыева. Она подчеркнула, что на рынке недвижимости все еще есть мошенники, которые в 99% случаев подают документы в бумажном виде. Большая часть преступления происходит с поддельным паспортом. У электронной регистрации гораздо более высокая степень защиты. Помимо всего прочего, нескольких степеней защиты, здесь есть обязательная фотофиксация того заявителя, кто обратился. И уже есть случаи, когда мошенник ходил и в МФЦ, и к нотариусу, и в крупные банки. Но когда он пришел в удостоверяющий центр, удостоверяющий центр произвел видеофотосъемку и потом смог в правоохранительные органы предоставить данные о мошеннике. Его благодаря этому смогли поймать. Соответственно, на сегодняшний день именно электронная регистрация – это самый безопасный способ проведения сделок на рынке недвижимости. Лидерами по числу регистрации сделок с недвижимостью в электронном виде являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Тюменская область. По данным Росреестра, в прошлом году доля онлайн регистрации ипотеки составила 90%. В этом году показатель может превысить 95%. Продолжение следует...